то есть тут еще не только памятник швее но только это мужик а как а как мужик швея будет швея это женщина обычно а как мужик который на дна как по-русски мужик который сотрудник швейной фабрики так тут еще и он пуговица с иголкой типа большая а барабан скамин беру батон камин сун нормально но в чем прикол я до сих пор не понимаю какой-то район был с фабриками по шитью ну возможно button and needle is getting a makeover and will be back better than ever in 2019 ну да это опять же не объясняет что это все означает был бы неплохо узнать что это означает но вот может если на сайт вон туда пойти посмотреть почитать что это значит я не знаю ну возможно так вот вот это джоу спицы чувак и ну чуть поменьше конечно народу чем три часа назад было но я бы не сказал что здесь сильно свободно на улице машин поменьше да это немало а людей вот так достаточно идет уже конечно не светло уже все тайм-сквер прошли следующее где будет светло это будет 34 улице там тоже светло со всех сторон все это дрессированное электричество вокруг меркает сверкает а тут можешь сказать даже не особо интересно а вот и 34 улица они долго мы шли сейчас толпы все равно меньше меньше препятствий в быстрой ходьбе привычной не туристической развал развалочной ну да тут опять все светло вот вот когда-то в тридцатых годах самое высокое здание в мире было сколько-то лет пока не построили где-то еще а там машин нет здесь нет ну ладно уже есть а то надо было по нью-йоркски переходить на красный свет как все чтобы не выделяться чтобы на нас не подумали что мы туристы какие-то а это и так с телефоном здесь идем мы точно выглядим как туристы что мы идем тут с телефоном все заснимаем нам стать надо будет перейти на ту сторону же такой типа красивый вход в метро само метро то вонючая но вход здесь нечего такой она видимо да не знаю за деньги не за деньги не написано что за деньги но но возможно за деньги ну да вот еще какие-то стоят на мусора навалили конкретно а вот еще один типичный магазинчик где в три дорога продаю а вот и еще сим-карты телефоны видеокамеру а вот кстати вот вот эта пиццерия это вот где вниз спускаешься и там за стеклом у тебя станция метро это же здесь кстати нам как раз можно переходить да вот это вот новое вот этого я не видел здесь тоже пешеходную зону устроили вместо улицы я помню я здесь на машине проезжал и не один раз вот по этой улице но здесь теперь пешеходная зона вон столики стоят в туре и хавчик продают а вот и пэнстейшн а снаружи то ничего и не видно потому что вся пэнстейшн она под землей она вся внутри мне кто-то писал с ними играет пэнстейшн но я понимаю ну гранд централ он красивый а пэнстейшн это ну просто какашка под землей в принципе там и смотреть то не на что довольно такое унылое и давящее как бы на голову заведение то есть просто вокзал без какого-либо шика вообще это все от мэдисон square garden это чё у нас это офисы да наверное вот все это сверху там дальше внутрь если прохать пройти там стадион совмещенно с корцент с концертным залом и так далее когда-то я здесь был на бонжови ходил недавно мы ходили на концерт скорпиус короче здесь здесь много чего бывает выпускной у тебя был здесь кстати да а пэнстейшн вот ничего вообще ничего здесь нет ну скукотище конкретно вот welcome to pennsylvania station это не то это не та станция которая была здесь до оригинальная которую разобрали давно и просто у просто уничтожили а нам сюда он не джерси транзит сюда написано а на любой который все кок здесь любой костик окуш идет а да есть которые не останавливают именно на станции на 9 путь нам надо на самолетик означает что на отдельной станции нью-йорк-эрпорт останавливается поезд это не трудно догадаться ну да ну когда видишь самолетик значит все хорошо так если это 7 5 а где 9 а вот 9 а билеты можно там на выходе же купить мыши кокус едем сейчас сколько время 02 то есть у нас всего лишь 4 минуты мы сейчас будем покупать билеты и облажаемся не успеем на поезд лучше мы на поезд сядем а билеты купим там на выходе как раз всекокусом это можно спокойно делать вот это да что-то двери закрыли а почему оттуда я хочу я хотел может здесь зайти лучше зайдем где куда зайдем и все или давай дальше опа о туалет обычное дело для этих поездов блин не знаю наверх что лететь нам всего-то одну станцию ехать ну все сядет сели так по одному да и фиг с них принципе можно можно постоять просто все приехали мы уже в родной штат идем платить на парковку потому что мы встали поставили машину здесь и кокусе мы идем за нее платить теперь парковка то не бесплатно сюда здесь типа очередь такой билетик нам дали сейчас мы вставим я даже не помню сколько стоит наверно долларов 10 12 12 12 значит ну все и будем выезжать отсюда и вот 12 так так я так понимаю и еще долго так так и еще долго так и и и и и и еще долго так диклайн что такое в общем оказалось что вот этой тупая система не работает и кредитные карты временно не принимаются всегда должны а сейчас вот нет поэтому теперь мы стали в очереди платить через оператора через продавца что делать он тоже люди пытаются но у всех карточки просто написано диклайн что такое диклайн не принято не принято короче к оплате так что сейчас будем я не знаю у них карточки принимаются нет хорошо что у нас наличные то есть в общем у них кредитные карты не работают они там реально переписывают к номера кредитных карт людей кто в кассе платит блин пошли они в общем автомат принимал наличные и я заплатил наличными и автомат выдал мне сдачу все 15 долларов засунул три пятерки 3 доллара мне дал назад причем даже не монетками а нормальными единичками бумажными ну и все теперь можно валить отсюда наконец-то хорошо хоть наличный автомат нормально принял так как он должен это делать так что все уезжаем отсюда в родное село где люди пешком не ходят где все на машинах все тихо и спокойно спокойной ночи